Угу, я понял. Меня зовут Андрис, мне 42 года, и хоровым пением уже занимаюсь где-то порядка 30 лет. Меня зовут Анастасия Бескаравайна, мне 18 лет, я как раз только закончила 12 класс Рижской 10 классической школы. Спасибо. До следующего раз. Параллельно с школой я решила заняться ногтями, и сейчас я подрабатываю мастером маникюра. Меня зовут Елизавета Куратника, мне 30 лет, и я работаю в цветочном магазине «Латвия с розой» флористом. Но главная деятельность в моей жизни – это музыка. Меня зовут Галина Николаевна Капелюшник, возраст 70+, скажем так, да. Я по образованию педагог. Это Андрис. Он занимается оптовыми продажами в одной крупной фирме. Но вот уже более 30 лет, кроме всего прочего, поет. 12-летним мальчиком в хор его привела мама. Мальчик вырос, хор остался. Ну, потому что нравится, потому что это смена обстановки, и абсолютно другой мир. И ты приходишь, и отдыхаешь, там, получаешь удовольствие. Ну, то есть это абсолютно два разных мира, скажем, тем, чем я занимаюсь повседневной жизнью, и там, вечерние репетиции, концерты, то есть гастроли. Андрис – один из солистов хора «Благовест», который будет принимать участие в этом празднике песни. Признается, во взрослой, деловой жизни не всегда есть запал вечером после тяжелого трудового дня встать и пойти на репетицию. Но главное – дойти. И тогда уже всю усталость, изнуряющие мысли о работе снимает как рукой. А два раза в неделю репетиции регулярно, в принципе, это уже из года в год, это уже четко все прописано в расписании, и приветствовать никаких проблем с этим нет. Понятное дело, что они положительно к этому относятся, вообще в целом к хору, потому что для семьи хор – это тоже часть жизни, потому что там родители в свое время водили туда, забирали, ждали. Ну, мама, друзья, в принципе, тоже коллеги точно так же положительны, потому что у нас страна поющая, и, допустим, в нашем коллективе, в данный момент, где я сейчас работаю, двое моих коллег также принимают участие в празднике песни, поэтому это абсолютно нормально. То есть, если в школьные времена это еще как-то воспринималось, там, хором занимаешься, да, то сейчас это абсолютно, ну, это приветствуется, что это жило, классно. В праздники песни и танца я принимал несколько раз участие. Один раз это был однозначно детский праздник песни, и, ну, в память у меня остался еще взрослый, это было, ну, на тот момент это был шок. Хор «Благовест» — не просто хор, он православный. Основной его репертуар — духовная музыка. Но для Андриса этот аспект стал иметь значение не сразу. Лишь с годами духовная основа репертуара вдруг стала прорастать и приобретать иное осмысление. И просто пение в хоре трансформировалось в нечто большее. А не так давно Андрис покрестился. По воскресеньям стал петь еще и в храме. В детстве я занималась вокалом. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, и музыка всегда была мне очень интересна. Вокалом я начала заниматься в 4 года. Мама решила отвезти меня в детскую студию вокала. Я пела эстраду. Конечно, поначалу было очень страшно, но мне преподаватели помогли раскрепоститься, меня водили по разным конкурсам. Я выступала на сцене, и сцена стала моим вторым домом. Я участвовала в «Голосе дети», когда он проходил в Латвии в первый раз. Был очень тоже интересный опыт. Занималась эстрадным вокалом до 10 лет. После познакомства мне предложили заняться академическим вокалом, и также решила попробовать себя в нем. Мне безумно понравилось. В один момент мне предложили участвовать в хоре «Благовест», стать участником, и я решила попробовать. Почему нет? Мне там очень понравилось. И с этого момента я начала петь в хоре. Хоровое пение кардинально отличается от пения соло, так как тебе нужно работать в коллективе, тебе нужно слышать остальных, тебе нужно слышать другие голоса, параллельно смотреть на дирижера, тебе нужно слышать, какой громкостью петь, какой скоростью. Мне очень тяжело, конечно. Настя – одна из тех участников, для кого праздник песни случится впервые. И потому в эти дни она живет с особым волнением. От этого праздника я жду эмоций. Я жду эмоций, я жду опыт, я жду радости. Так как я сейчас закончила 12 класс, встал вопрос, куда поступать дальше. Долгое время думала, что пойду в консерваторию по классу академического вокала. Ну, в один момент передумала и решила, что я хочу стать врачом. Да, и уже со следующего учебного года я буду учиться на медицинском факультете. Сколько себя помню, мне всегда петь. Еще маленькая, с 4-х лет, как я себе помню, мама тоже с камеры все время ходила. Лиза, спой, Лиза, прочитай, Лиза, на пианино сыграй. Вот, училась в музыкальной школе 9 лет на фортепиано по классу. В колледж я поступила в Юлгаву. Музыкальное среднее образование получала по классу Габоя я поступила. И параллельно перешла на академический вокал. То есть закончила я такие, можно считать, два образования. И вот, говорят, здесь мы все-таки, я участвовала уже в одном празднике песни как раз 10 лет назад после окончания колледжа. Я участвовала как сотрудник оркестра, я играла на Габоя. Затем Елизавета уехала учиться в Россию. В Белгородском институте искусств и культуры она продолжила оттачивать мастерство академического вокала. Получила диплом, вернулась домой. Вообще, я, во-первых, конечно, очень рада, что опять участвую здесь, мы в святке, как участник хора в этот раз Благовеста. В хоре я пою с 19-го года, с осени 19-го года, как раз как вернулась в Латвию. Наши общие знакомые, там Благовест, есть такой хор. И я сразу хочу петь, хочу петь. И очень насыщенная жизнь с этим хором получается. То есть и путешествия, и концертные разные деятельности. Я еще также хожу в состав Европейской академии хоровой, это в Германии. То есть как бы я и без музыки это не я. Это тоже очень важный момент, то, что мысль этого хора, и главная его составляющая, это религиозная музыка, поскольку я с рождения воспитывалась при церкви. И это было тоже большое счастье, что этот хор именно связан с религиозной музыкой. Это прямо, так сказать, я в своей тарелке. У нас хор тоже состоит, ну, грубо говоря, 50 на 50 русские и латыши. То есть как бы такой межнациональный. Ну, опять-таки, все как один организм, и мы поем и латышскую музыку, и православную русскую музыку, и с радостью исполняем и такую, и другую, что латыши, что русские. Он ноте кладет издалит, когда мы не снимем от себя весь сканес. Когда готовила магистрскую, заканчивала магистратуру в России, у меня было, естественно, связано с латвийской музыкой тема. И я все предоставляла, я брала видеоматериалы, и все комиссии предоставляла именно здесь мы, Светки. И я когда готовила материал, я дома тогда не была же долгое время, я прям сидела, я не могла, я прям плакала, я смотрела на вот этот патриотизм наш, знаете, и вот участвовать самой, я всегда тоже говорила, вот это надо почувствовать. Ты сам там стоишь, ты участвуешь, ты там либо поешь, либо играешь, но это духа, это не передать словами. И сколько народу собирает одних участников, только сколько тысяч. То есть сплочается, да, там у каждого свои дела, все это, но когда проходит сам праздник, это один большой организм. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну когда вот я тоже просматривала отдельно видео, ну вот эти глаза, когда я всегда говорила и стар, и млад, то есть это ребенок пятилетний поет, и стричок еле, который сидит уже, знаете, и все вот, вот это, это просто, вот это и есть дух народа, понимаете. То есть я самой участвовать там, ну лучше не придумай что-то. Мне кажется, что люди настолько углубляются в эту музыку, в эту атмосферу, что они забывают на какое-то, может, мгновение даже, на этот час, на два, о всех вот этих своих собственных, может, разногласиях, своих каких-то недовольствах, что-то, и вот сливаются в одно, потому что сколько что-то участников, из каких разных национальностей, и вот там, правда, все вот как один. Я думаю, что в этот момент точно никто не думает о чем-то таком плохом, или о каком-то раздоре, если вот так, правда, может, как-то, это вот чаще, или, ну, это вот такой объединяющий, успокаивающий, и миролюбивый, мне кажется, такое мероприятие, что вот народы именно вот это, может, даже вот в последнее время, очень хорошо, что сейчас как раз проходит этот праздник песни, это так объединит народ ящик, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Я поработала, ну, много-много лет в детском садике музыкальным руководителем. Сейчас я на пенсии. Благовесть я пою с 1990 года. В этом году благовество исполнилось 33 года. То есть я пою с самого основания благовеста. В данный момент я не работаю, но творчество в моей жизни присутствует и очень много. Я, значит, играю на фортепиано, играю на аккордеоне. Музыка – это ты все время в движении. Особенно с детьми ты не можешь стариться, когда ты с детьми работаешь. Ну, вот я работала с детьми до 70 лет, в принципе. Я потом еще в детских садах, а потом еще в частной школе работала, да. И ты все время что-то ищешь, какие-то сценарии, какие-то танцы, потому что я еще и танцую, показываю движение детям. Так что стареть, опускаться ты не должен. Ты должен быть красивым, чтобы ребенок не знал твоего возраста, что ты не бабушка. Хотя я уже давно, 20 лет, как бабушка. Вот если я скажу вам, что я замужем уже 55 лет, и муж, вот все 33 года, когда я еду, я звоню, я уже сижу в троллейбусе. И он всегда меня ждет, смотрит в окно. 33 года. В их обычных жизнях есть семьи, дети, внуки, профессия и ежедневные дела. Но два раза в неделю они спешат на репетицию в хор. Репетируют, отрабатывают, чтобы все было по руке дирижера. Хор «Благовест» очень активно сейчас готовится, потому что очень большая честь выпала нашему коллективу участвовать в хору «Кари». Этому удостоены не все коллективы, да, это определенные коллективы, которые получили высшую оценку. Аукста-капа-капе. То есть лучшие коллективы из лучших будут, как говорится, сражаться за звание лауреата праздника песни. Мы с 2000, по-моему, второго года принимаем участие так вот активно. Но каждый раз, когда происходят всеобщие праздники песни. Но мы участвуем в разных программах. Допустим, в 2018 году мы пели в Домском соборе с водными хорами духовную музыку, духовное произведение, духовная была программа. В большом на эстраде концерте мы не участвовали. Мы участвовали еще как Мазо Кунтаут и Бу коллектив в тоже духовной программе. А вот в этом году мы очень широкую взяли программу. То есть мы прошли весь репертуар праздника песни двух концертов. Но еще помимо мы будем принимать участие тоже отдельно как Мазо Кунтаут и Бу коллектив. Вот еще один важный день – общая репетиция в межапарке. Тут стираются последние границы. Не только возрастные, национальные, теперь и коллективов как таковых нет. Сопрано рядом с сопрано, альты с альтами, басы с басами, теноры с тенорами. И это еще одна особенность конкурса – оказаться плечом к плечу с незнакомым человеком и слиться с ним в едином звуке, как если бы за плечами сотни совместных репетиций. И дирижер, с которым поешь, впервые. Но должен почувствовать его руку. Субтитры создавал DimaTorzok И каким образом каждый раз происходит эта магия единения и гармонии, так и остается большой загадкой, которая так и зовется Вселатвийский праздник песни и танца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА